Считается, что вкус конфеты высшей пробы один из самых удивительных вкусов на планете. У каждой из них особый оттенок. За их производством кроется много таинственного. Конечно, вы можете прочитать всю информацию о конфетах на коробке, но это не так интересно. Шоколад Вода, ваниль и специальные ферменты дрожжей пополняют рецепт. Ферменты увеличивают сливочность шоколада. Затем эту смесь располагают между специальными дозаторами, которые отмеряют одинаковые порции будущей конфеты. Они подгоняют крем до нужных размеров. Шоколад расплавлен на конвейере, по которому прокатывают кремовые начинки. Затем они попадают на охлажденную поверхность, чтобы затвердеть. Далее конфеты проходят через резервуар с шоколадом. И после него снова охлаждаются. Рабочие вручную ставят знаки на конфетах. Они помогают определить, что внутри. После прохождения холодильной камеры длиной семь с половиной метров шоколад окончательно затвердевает. И получаются божественные конфеты. Можно смотреть, но нельзя пробовать. Эти конфеты отправляются на склад. Дальнейший процесс становится еще слаще. Пора приготовить карамельную начинку. Добавляются сахар и соль в воду, а также кукурузный сироп. Смесь нагревают и одновременно помешивают. Масло добавляется для усиления вкуса. Если закипевшую смесь размешивать, то она превратится в карамель. Далее смесь охлаждают и добавляют важный ингредиент – чистую ваниль. Смесь становится настоящей карамелью. Затем рабочие готовят большие емкости и в них переливают карамель. Карамель должна постоять так одну ночь. На следующий день они разрезают карамель на квадраты. Карамельные квадраты пускают под систему круглых ножей, которая называется массовый резак, и получают вместо квадрата полоски карамели. Потом все переворачивают другой стороной и снова пускают под массовый резак. На выходе получают карамельные кубики. Эти кубики накрахмаливают, чтобы они не слепались, и отправляют через систему создания шоколадной оболочки. Теперь мы получили карамель в шоколаде. Чтобы получить конфеты с вишневой начинкой, ягоду загружают в вращающийся барабан. И к ней добавляют кристаллический сахар, который во время непрерывного движения обволакивает вишню. Помимо сахара, эти вишенки также покрыты специальными энзимами, которые сделают сахар жидким в течение следующих 10 дней для сочного вишневого вкуса. Из-за сильного действия энзимов вишню покрывают утолщенным слоем шоколада. Шоколад выступает в роли твердой оболочки вокруг жидкого сахара с вишней. Теперь они готовы для любителей вишневых конфет. В каждой коробке 18-20 разных вкусов конфет. Производя в день только 3-4 вида конфет, на создание полной вкусовой гаммы в одной коробке конфет уходит неделя. Конечно, такие конфеты сразу все не съедаются. Но для производителя это выгодный бизнес. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...